Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. То обстоятельство, что США оставили в Афганистане оружие, могло быть предусмотрено договоренностью с движением «Талибан», запрещенная в России террористическая организация, допускает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин. «Боюсь предположить, не стало ли оружие, оставленное на базах, откупной за беспрепятственный выход из страны», рассказывает автор. Обозреватель вспоминает, что генеральный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сапко еще пару месяцев назад сообщил, что с 2022 года Пентагон прекратит финансировать обслуживание российских вертолетов Ми-17, которые находятся в эксплуатации военно-воздушных сил ВВС Афганистана. Эти машины были куплены в России на американские деньги еще 20 лет назад, хотя ранее отмечалось, что американские вертолеты UH-60 Black Hawk не всегда могли выполнять боевые задачи в климатических условиях этой страны, да и афганские пилоты не имели опыта их эксплуатации. По мнению автора, уже тогда Сапко готовил афганское общество к тому, что США сворачивают поддержку местной армии. Литовкин уверен, что талибам удастся восстановить брошенную американцами военную технику. «Опасность большой войны все-таки существует, и брошенное американское оружие может сыграть в ней не последнюю роль», заключает автор. В сентябре газета «Млада фронта днес» допустила, что боевыкам движения «Талибан» могли достаться оружие и военная техника, поставленные в Афганистан из Чехии, гаубицы Д-30 и вертолеты Ми-17 и Ми-24. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.